От планов к реальности. Барсова гора продолжает обрастать современными объектами. Золотой глухарь. Завершился чемпионат по интеллектуальным играм на Кубах главы муниципального образования. Сила в спорте. Самый крупный стадион Сургутского района открылся в Солнечном. Из лесопарковой зоны в парк будущего Барсова гора продолжает обрастать современными объектами. Вдоль тропиночной сети появилась художественная подсветка, установленные фонари, а еще целый ряд интерактивного оборудования. Например, сенсорные киоски или лазерная проекция. На презентации обновленного за лето объекта побывала наша съемочная группа. Мне однозначно нравится. Заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина оценила то, что до этого много раз согласовывала на уровне документов. Смотровая площадка, бинокуляры и вид на Югорский мост или проток Куаби. Пару лет назад все это было только в планах. Теперь реальность. Завершен третий этап благоустройства Барсовой горы. Мы попали в точку потому, что мы живем на земле действительно богатейшей памятниками культурного наследия. Очень долго говорили о них. Очень много было раскопов. Очень много было находок. Но систематизации, но осмысления истории этой земли все-таки пока не произошло. Поэтому наши работы, наша попытка сделать эту землю интересной, доступной, привлекательной, достопримечательной. Завершено обустройство тропиночной сети, на которой разместили более 30 локаций, 13 арт-объектов, скульптуры, увеличенные копии местных находок, две смотровые площадки с биноклями, информационные стенды, малые архитектурные формы. Постепенно насыщаем, идем этапами. Ведь это благоустройство, оно все за счет бюджета района. Это музей будем строить за окружные деньги. 170 миллионов потрачено, 4 километра дороги, тропинок у этих устроено, более 30 локаций. Интерактивный бинокуляр показали. Интересная, конечно, штука. Благоустройство Барсовой горы продолжается. И это не только лавочки и фонари. Это место превращается в умный парк с мультимедийным оборудованием, где есть сенсорные киоски и интерактивная карта. А по мобильному приложению можно слушать аудиогида. И это еще не все. На сегодняшний день мы планируем обустроить три большие интерактивные локации. Первая из них – это палеонтологический раскоп с полноразмерной репликой мамонтенка. Мы по этому проекту работаем с зоологическим институтом Российской академии наук в городе Санкт-Петербург. У нас будет точная копия маленького мамонтенка, скелет которого хранится сейчас в фондах их музея. При этом раскоп наш будет закрытый, и мы сможем с нашими маленькими посетителями проводить круглогодично там интерактивные занятия. В следующем году на Барсовой горе будут обустраивать еще три интерактивные локации. На них школьники смогут попробовать себя в роли настоящих археологов. И даже раскопать древнее жилище или мамонтенка. Но и это еще не все познавательные площадки. Мы будем реконструировать как внешний облик самого жилища, внутреннее пространство и придомовую территорию. И третий большой наш проект – это кинотеатр с интерактивной зоной. Это большой кинотеатр для наших занятий с подрастающим поколением. Будем показывать авторские этнографические фильмы, фильмы, которые посвящены археологическим раскопкам. Ну и плюс интерактивная площадка нам позволит также проводить разные мероприятия, мастер-классы, например, по изготовлению керамических сосудов, по изготовлению каменных орудий. В следующем году начнется строительство здания для музея. На его возведение и оснащение из бюджета Югры выделят 360 миллионов рублей. Таким образом, правительство округа решило поддержать инициативу властей Сургутского района. Ведь Барсова гора – уже туристический объект регионального значения. В Сургутском районе завершился чемпионат по интеллектуальным играм «Золотой глухарь» на клубы главы муниципального образования. Финальную игру провел кумир интеллектуалов, магистр клуба «Что, где, когда» Максим Поташов. О том, как это было, в нашем следующем сюжете. Для жителей крупных городов интеллектуальные чемпионаты на десятки команд – явление привычное. Но вот организовать аналогичные соревнования в муниципальном районе, особенно таком крупном, как Сургутский район, совсем непросто. Прежде всего, из-за логистики участникам далеко добираться. Мы решили, что было бы здорово, чтобы в самом большом муниципалитете Югры была возможность играть регулярно, играть на разных площадках. И вот мы будем запустить проект. Сначала провели отборочные этапы во всех поселениях, потом собрали на полуфинал уже более крупные площадки и уже на финал собрали лучшие команды. Некоммерческая организация «Интеллектуальный клуб» занимается организацией таких соревнований на территории Югры уже более 20 лет, в том числе и на Кубок губернатора. В этом году, благодаря гранту главы Сургутского района на 978 тысяч рублей удалось организовать чемпионат по интеллектуальным играм и на этой территории. Чемпионат состоял из трех этапов – заочные, отборочные игры, полуфинал и финал. Игру вел четырехкратный в обладатель Кубка «Хрустальная сова», магистр игры «Что, где, когда» Максим Поташов. Команды разного уровня. Есть сильные, а есть такие, которые, возможно, тоже сильные, но играют впервые. Я хочу отметить отличную организацию игры. Есть замечательная команда организаторов, уже опытных, которые отлично развивают интеллектуальные игры. В отборочном этапе приняли участие 63 команды. На финал организаторы пригласили 30, но приехать смогли не все. За Кубок главы Сургутского района «Золотого глухаря», а также за денежный приз в 60 тысяч рублей в итоге боролись 19 команд. Действительно боролись. Мощная интеллектуальная нагрузка длилась 8 часов в пяти дисциплинах. Это здорово, когда появляется такая сильная мотивация у молодых людей и у людей разного другого возраста на тренировку своего физического здоровья. И есть еще один орган в человеческом организме, состоящий из двух букв. Это ум. И его вы тоже сегодня очень успешно тренировали. Победители команда из Лентора также получила путевку на участие в региональном этапе соревнований на Кубок губернатора Югры, который пройдет в конце ноября в Нижневартовске. А еще возможность участвовать в новом федеральном проекте интеллектуального клуба. Самый крупный стадион Сургутского района открылся в Солнечном площадке. Объекта составляет 10,5 тысяч квадратных метров. Там 7 спортивных зон. Можно заниматься не только игроковыми видами спорта, а еще сдавать нормы ГТО, совершенствоваться в тяжелой и легкой атлетике. А еще уникальная для муниципалитета умная спортплощадка. Подробнее в нашем следующем сюжете. Сердце стадиона – футбольное поле. Пустовать оно точно не будет. Местные мальчишки уже оценили мягкое покрытие под ногами. Всего 4 месяца потребовалось, чтобы сначала провести дренажную систему и ливневую канализацию, а затем уложить искусственный газон и установить трибуны на 100 мест. На мой взгляд, объект получился очень достойный, хороший. Стоимость без малого 90 миллионов рублей. Семь спортивных зон. Беговая зона есть и игровая для футбола, волейбола, баскетбола. И трибуны даже на 100 мест. И площадка для ГТО, и площадка для прыжков. Все, что только можно пожелать для легкой атлетики. На стадионе установили первую умную площадку в Сургутском районе. Это зона с тренажерами. На каждом оборудовании свой QR-код. Наводишь телефон и получаешь инструкцию, как прокачать мышцы правильно. Так можно без тренера подготовиться, например, к сдаче нормативов ГТО. У нас силовых тренажеров здесь два находятся. Здесь на воркауте, на ГТО, одинаковый QR-код. Это относится к зоне ГТО. То есть там сразу подробная информация, что из себя представляет ГТО. И как сдавать, как выполнять упражнения. Ну, там, допустим, бег 30 метров, как правильно отжимания, сгибания, разгибания рук в упоре, подтягивания. Подробнейшая информация по сдаче норм ГТО. На оснащение умной площадки 27 миллионов рублей было выделено из окружного и федерального бюджетов. В планах властей Сургутского района установить аналогичные объекты во всех крупных поселениях. Мы подали заявку на 2025 год вот такую же умную площадку получить на Лентор. В Ленторе она есть, уставшая на самом деле. Покрытие надо иметь и то, и другое. Поэтому надеемся, что наша заявка была рассмотрена и, думаю, будет утверждена. Если так, все, что в 2025 году в Ленторе появится такой же хороший стадион. Сегодня в Сургутском районе более 73% жителей регулярно занимаются спортом. Муниципалитет лидирует в округе по этому показателю и, похоже, не планирует снижать планку. Сейчас в Лямино и Рускинской возводят по спорткомплексу и хоккейному корту. Стратегия развития Сургутского района второй год подряд становится лучшей в стране. Итоги общероссийского конкурса подвели в Санкт-Петербурге на федеральном форуме стратегическое планирование в регионах и городах России. Конкуренция в этом году была высокая. Однако муниципалитету из Югры удалось повторить свой прошлогодний результат и вновь стать лидером. Защищал стратегию сам глава Андрей Трубецкой. Конкуренция была. В финале выступало 9 муниципалитетов в нашей группе. Всего первоначально было заявлено порядка трех десятков. Поэтому конкуренция была. Там три группы в зависимости от численности. Мы в самой многочисленной. Наша стратегия – это никаких прожектов, а исключительно конкретные проекты, объекты и мероприятия. В презентации были отражены конкретные шаги администрации по решению муниципальных проблем. Демография, модернизация объектов ЖКХ, реализация жилищных программ. Например, с 2016 года в Сургутском районе на программы переселения из аварийного жилья направили более 10 миллиардов рублей. Рассказал глава и о взаимодействии с бизнесом. В этом плане у Сургутского района четко выстроенная система. Создан свой инвестиционный портал и целый ряд мер поддержки для малого и среднего предпринимательства. Как итог, доходы от налоговых поступлений в казну увеличились в 4,5 раза. А на условиях государственно-частного партнерства удалось реализовать 9 социальных проектов. В том числе сейчас строится школа на 1100 мест. Свою стратегию развития администрация составляла самостоятельно, не заказывая у компаний со стороны, как это делают многие. Делали упор на конкретные задачи, которые реально нужны населению и реализуются. На форуме удалось познакомиться со стратегиями других регионов и получить обратную связь. Ну, конечно, интересно послушать. В нашей группе был Тобольск, наши соседи. Было интересно послушать. Очень много было средней полосы из Краснодарского края. География очень большая. У каждого свои конкурентные преимущества, свои проблемы. Да, поэтому интересно было послушать, как коллеги справляются. Сургутский район продолжит реализовывать программу по переселению людей из фенольных домов. Муниципалитет получит дополнительные средства – более 200 миллионов рублей. Об этом в ходе прямого эфира рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Хочу сказать, что поступило уведомление на 261 миллион дополнительных средств. Это позволит переселить из фенольного жилья дополнительно еще 46 семей, в том числе половина, 23 будут из территории городского поселения Белый Яр. В 2022 году по инициативе правительства Югры Сургутский район стал пилотной площадкой для реализации госпрограммы по переселению людей из фенольных домов. На реализацию было выделено 268 миллионов рублей. Это средства из трех бюджетов – федерального, регионального и районного. Муниципалитет выкупил 50 квартир в Белом Яру. Сейчас на территории района остается еще 125 многоквартирных домов, где есть фенольные помещения. В них проживает 5,5 тысяч человек. Поэтому власти Сургутского района намерены продолжить реализовывать госпрограмму. КОНЕЦ